Рассказы Михаила Зощенко Зощенко — это моя давнишняя мечта именно обратиться к этому автору. Чехов наш любимый, замечательный. У Зощенко очень много тем о любви, тема человеческих отношений, тема кризиса в душах и сердцах. Кстати, вот один из рассказов Зощенко «Кризис» послужил и названием к общей теме моноспектакля. «Кризис. Нервные люди» — это вот два рассказа. Туда вошли кризис, «Нервные люди», «Хозрасчет», «Драка», «Стакан» и так далее. В 1925 году Зощенко свои рассказы писал. И по сегодняшний день взаимоотношения, как и у Чехова, это вот такая перекличка времен, ничего не поменялось. Так же люди относятся друг к другу настороженно, так же люди не понимают друг друга, как у Чехова, как и у Зощенко. Великие писатели не остаются во все времена великими, и их темы остаются злободневными навсегда. На долю Михаила Михайловича Зощенко выпала слава, редкая для литературной профессии. Известно, что почтальон приносил ему пачки писем. Ему названивали по телефону, не давали проходу на улицах, узнавали в трамваях, осаждали в гостиницах. За внешней непритязательностью того или иного рассказа, цель которого, казалось бы, только повеселить граждан, у него всегда таилась живая проблема советской жизни. Зощенко оставил нам более тысячи рассказов, филитонов, повестей, пьес, киносценариев, критических статей и многое другое. Его рассказы не потеряли своей актуальности, ведь люди в сущности не меняются, меняется только время. И это доказывает артист Василий Егельский своим спектаклем в Литературном музее города.